Доброе утро Просто товарищи всегда увлечены темой разговоров о голосе Проглотку Проглотку Ну ведь это же наш рабочий инструмент Вы же не зарабатываете А бывает же часто у людей голос пропадает Да, ну не часто, но бывает Бывает такое, у меня много знакомых мучается от того, что у них там голос пропал А это знаешь, кстати, можно я перебью, сразу скажу Как говорят психологи, надо было меньше орать То есть тебе просто, твой организм говорит, помолчи Что делать, чтобы продлить, так сказать, жизнь голоса или же наоборот восстановить его? Вообще кричать Я хочу сказать, что людям голоса речевой профессии Нужно просто быстрее обращаться к фониатору А фониатор это оттолеринголог, но занимающийся проблемами голоса Так же, как вот, например, сурдолог То есть у каждого есть своя специфика Вот фониаторы, многие не знают, поэтому куда бежать А вы вот рассказывали Вот фониатор Это первый друг для голоса, у лиц голоса речевой профессии Для тех, кого голос является орудием Сейчас мозаика географии голоса речевых профессий Стало очень обширно, очень широко Сейчас вы просто не найдете специальности, где бы не нужен был голос Да даже менеджер, согласитесь, в офисе сидящий Сейчас политики заинтересовались, потому что им нужно донести хорошо, хорошим голосом Вот, на приеме даже уже врачи появились, чем и не было Вообще странно, очень много детей Вы говорили, такой эксперимент провести, если в течение, ну вот, днем, один час просто молчать Ни по телефону, ни разговаривания Для того, чтобы понять, ну это очень хорошо подходит как раз к международному дню голоса Для нас это не праздник, а большая работа Мы должны как много больше людей по всему миру осветить, рассказать, кто такой фониат Рассказать о голосе, как его беречь, как им пользоваться Будем говорить, не беречь, пользоваться нужно правильно голосом Но англичане такой придумали штуку для того, чтобы оценить, насколько дорог вам голос Это взять в рабочее время, отключить телефон, перестать со всеми разговаривать Считая, что у вас нет голоса В течение часа В течение часа Как будто не мой Да, и вот тогда человек ощущает, насколько его надо беречь И не всегда прежно относиться А может быть, начинаешь понимать, в успехе, может, мне не разговаривать А мне кажется, надо просто ребенка маленького завести Можно завести маленького ребенка, будешь днем его укладывать спать, будешь молчать И телефон отключишь и разговаривать будешь поменьше Это научиться терпеть Да, 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 нет, ну терпеть это другое не нужно Ну вот, Мирослав Сергеевна, вот самый главный вопрос, вот даже от слушателей Когда утром просыпаешься, как, что, какие процедуры нужно сделать для того, чтобы в течение дня у тебя там ничего не першило Отхаркнуться, как следует Какие-то суровые вещи Нет, ну, ну, понимаете, в чем дело Если першит и сушит, то, конечно, это повод обратиться к врачу Но если нет, то просто теплая кипяченая вода обязательно растит А как же холодная Заднюю стенку глотки Ну, я не говорю, что она должна быть горячей Нет, закаливание, что холодная Закаливание – это другой процесс Понимаете, слизистая начнет работать на теплая железа, выделять слизь И увлажнится ваша глотка и пойдет слизь, которая защищает, а лишняя уберется Это вот хорошо после перенесенной болезни, период выздоровления Но если это постоянно, нужно посмотреть, потому что Ведь голос, голосовые складки и работа голоса – это работа всего организма Ведь голосовые складки помещены в тело, как в футляр И поэтому все, что происходит в организме, все Смотрите, эндокринологию возьмем Да, пожалуйста Смотришь связки, видишь и спрашиваешь, что с гормоной? Гормоны у женщин свои В нервной почве пропадает голос иногда, бывает же такое? Ну, это бывает очень, так сказать, ну, значительную часть, я надеюсь, скажу, что, наверное, 12-13% от приема У меня, кстати, было такое Да, именно в нервной почве Но последняя беда у нас несколько лет, и вот мы говорили с европейцами на конгрессе У них тоже подростковая неврогенная дисфония, психогенная дисфония У подростков? Да, именно в это время, вот именно А, ЕГЭ, вот эти экзамены, все Я, да, причин у них очень много, но они замолкают Но когда они попадают не в те руки, вот, потому что, ну, приходят к терапевту, ну, молчишь, молчишь, на тебе это, антибиотики там или еще что-то попей Потому что думают, что он молчит, потому что у него ларингит И ставят диагноз ларингит А там психогенная фония И когда ребенок приходит к нам, и психологические тесты, фонопеды, психолог, фонопед, педагог по голосу, да И тогда, нет, были очень-очень просто, знаете, случаи, иногда даже пришлось предотвратить самоубийство, потому что при разборе, при разборе случая, почему молчит, вот, все и пришлось Короче, нужно обращать внимание Мы еще хотели с вами поговорить, как вы звезд выводили из состояния, но мы сейчас успеем или попозже? Ну, вот, знаете, вот еще тут есть просто вопрос по поводу, вот мы про закаливание начали, спрашивают слушатели, правда ли, как говорят некоторые врачи, что ребенка с детства нужно приучать есть мороженое для того, чтобы закаливать Приучать-то Как раз Нет, дети так любят мороженое, отказывать им в этом удовольствии нельзя Но нужно учесть два момента, а, это умеренность во всем, как еще говорил Сократ, вот, будьте умерены Умеренность и все-таки мороженое надо давать пломбир, потому что процент жирности, жир обволакивает и не дает так быстро холоду проникать То есть всякие шоколадные, скимошки, нет, лучше просто пломбир Лучше пломбир, ну, детям вообще лучше, так сказать Врач сказал пломбир, значит, будешь есть Я вам сейчас пломбирным своим голосом вставлю два рубля Кстати, дети очень радостно уходят, когда они, оказывается, сняли мороженое, спрашиваю, вы вообще даете ребенку? Я говорю, ребенок делает большие радостные глаза, когда я говорю, так надо В шее там, знаете, вся сила у меня тут, вся моя Хоть здесь вот Мне больше ничего и не двигается, кроме шеи 9 часов 26 минут в Екатеринбурге У нас в гостях Осипова, Мирослава Сергеевна, слышите, мы сегодня все в голосе, нас не надо лечить Господи, я вас вечно путаю с фонеатром из Москвы, да Вот, так вот, тут же был концерт ДДТ, Юрий Шевчук, вот, ну, буквально благодаря вам вышел на сцену, он даже в конце концерта вас поблагодарил Да, потому что, да, прямо в конце сказал, что концерт состоялся только благодаря фонеатру Осипову, Мирославу Сергеевну, что вы его, можно сказать, вернули к голосу А что у него было с голосом? Ну, вот отсюда вся шумиха пошла, а так фонеатр сидел себе тихо Зато вы просто были звездой А что было у него? Действительно было состояние, ну, простуды обыкновенные, называется ОРЗ, бронхит, хронический у него, вот, и, а тут обострилась Все, и поэтому А обострилась уже здесь, в городе, или он уже ехал, зная, что? Ну, знаю, да, 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 мы вечером созвонились, вот, и я обычно прошу, чтобы мне звонил сам, не директора, а сам Артист Сама звезда, да Услышать голос, насколько все ужасно Да, услышать голос, и по голосу слышно, какой срочности, сложности является вот данной патологией Тогда уже ты говоришь, что мы встречаемся за два часа, за три часа там, или давайте с вечера сейчас что-нибудь проведем, какие-нибудь мероприятия Часто артисты прибегают к услугам фониаторов, вот так вот на выезде Когда приезжают, да Вы знаете, на выезде просто нужно, потому что, во-первых, они в райдер вносят, они трогательно заботятся Чтобы был фониатор, да? А они просто обязаны это делать, иначе у них не будет залов, не будет, естественно, средств Ну вот Земфира у вас была, например, да? Да Она для профилактики была, или тоже у нее были проблемы? Ну, понимаете, когда они едут в турах, недосыпание, перелеты Стрессы Стрессы Корпоративы Да нет, там даже, знаете, больше, то там звук не поставили, еще нервничали Там где-то продулы Вот, да, и, конечно, напряжение, и потом площадки, надо сказать же, это не тепличные условия, да? Там все время свистит сквозняк вообще, вот во дворце, да, вот они поют, я вообще не знаю, потому что в это раз и сама там замерзла И то есть вы их подготавливаете вот к этим плохим условиям, грубо говоря, чтобы совсем не потерять голову А вот что вы такое, заливки какие-то, да, что вы сделали Шевчуку такого волшебного, что он пел, ну, то есть Ну, мы всем делаем такое волшебное А и они на все готовы, на любые манипуляции, все что угодно делаете, Мирослава Сергеевна, только Вот в этом плане, да Слава Богу, да, что Делай, что хочешь Не ставят свои условия Ну, лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы, это было хорошо и комфортно петь Потому что не могу сказать, что все, да, конец А чтобы комфортно человеку было петь А это какие-то препараты или это какой-то комплекс упражнений? И лазер, да Упражнения, и, нет, там, ингаляция Заливки вот эти Внутригортанное орошение называется, как правильно Орошение внутригортанное, так, я же не буду говорить, как это называть А что, между прочим, я говорю, туда, куда видим Мы, артиста, не только артиста, но и всех Может заглянуть никто, даже нам Слушайте, ну, вот, вы, наверное, ходите Я всегда говорю, мы в интимных связях Да Вы когда ходите по улице и видите афиши и смотрите Так, ну, вот, там, 20-го числа будет Приедет этот, наверное, мне надо быть где-то поблизости Сто процентов вызовут, да? Где-то Уже понимаете? Нет, где-то так Да, 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 да Я еще уже говорила, что мы как в райде Поэтому звонят заранее Но иногда случаются ситуации, когда, ну, человек был здоровый, хорошо себя чувствовал и вдруг называется И вот тогда звонок за 30-40 минут У меня первая встреча с Хворостовским так и была Мы ехали по делам, уже выехали за город Тут звонок Ну, сын говорит, разворачивайся, бегом Хворостовский ждет Да, да, Хворостовский ждет Так, прямо в тренингах к оперному польцу и приехать Самый замечательный человек, наверное, из тех, кого я за всю свою многолетнюю жизнь видела и знала Я тоже ехала, думала, ну, все, сейчас мне там надо прорваться через охрану, договориться, все Ну, приехала в филармонию, концерт По красной дорожке Прошла себе по красной дорожке Я шучу Просто так, и сообщался со всеми Ну, в общем, хорош Вот последний вопрос вот от слушателей Я желаю ему здоровья К вам обычные люди, смертные, говорят, могут попасть Если ты не звезда, вот просто нужно поработать с голосом Мы просто про звезд все говорим, люди думают Так я тоже вот все время говорю, почему-то про всех, они уже боятся Люди просто боятся, они так и думают, что тут просто звездная пыль вот вообще в коридоре стоит И звезды все упали Нет В самой обычной поликлинике звезды, это отдельная история Это про то, но отдельно А как раз для всех людей очень много патологий Смотрите, сейчас стало очень много детей Дети все поют, зарабатывают себе узелки И хриплые дети Вот И хрипатых детей очень Вообще у нас Конечно, из коляски, когда вот это Эй, дай закурить Это все шутки, конечно, да Да 25% стало от всего приема У нас теперь детский прием Детей просто Вот я уже говорила про это Ну, фониатрический центр, даже у вас группа ВКонтакте есть Нужно зайти, посмотреть И в обычной поликлинике на Ленина 54, да? Конечно, надо позвонить Да, на третьем этаже Сказать, записаться Да И прийти Все, любая патология голоса Особенно еще раз предупреждаю Лиза, голос речевой профессии Постарайтесь лучше сразу прийти на прием к фониматору Если у вас потерян голос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому